Фонд защиты правдольщиков обещает достроить 4 проблемных дома. Местные чиновники посчитали, что вскоре новоселье отметит примерно 600 обманутых вкладчиков. На сегодняшний момент наблюдателям советом фонда принято решение по 7 домам проблемным. Это 3 дома Панкрота, СК Радуга и 1 дом на 6 деталками. Принято решение о достройке этих домов. Однако челябинцам отчего-то не до радости. Назвать точные сроки работ в областном минстрое не могут. Регион вложит в строительство только часть средств – 127 миллионов. Остальное выплатит организация Дом РФ, которая действует из Москвы. По словам дольщиков, их попросили пока не торопиться к переезду. Полгода будут передавать застройщику. И после того, как передадут застройщику, 3 года будут строить дома. Максимальный срок достройки. Хотя наш дом полностью достроен, там он электричеством запитан. Дольщикам трех других домов повезло меньше. Их квартиры не будут достраивать, но выплатят компенсацию. Такое решение вызвало у челябинцев еще больше вопросов. Получить консультацию можно только через сайт фонда, который, со слов пользователей, регулярно дает сбои. При этом, по словам счастливцев, им никто не объяснял, кто и как оценивал стоимость квадратного метра. Люди просто боятся остаться без средств на покупку жилья. Тот, который 20% готовности, там стоит сумма 41,800 за квадратный метр. У нас 0% готовности, стоит сумма 36 тысяч за квадратный метр. Почему такая разница, непонятно. Что конкурсный управляющий в его офисе, что другие официальные лица нам говорят, вы не сможете обжаловать эту оценку. На данный момент в Челябинской области свое жилье ожидают более трех тысяч жителей. В Минстрое успокаивают, что проблема находится на контроле. Так власти приняли решение по строительству долгостроя на Доватора. Вот только работы начнутся спустя 8 месяцев после решения о достройке. Сейчас челябинцы не готовы бить в фанфары. Не исключено, что получить долгожданные ключи даже с федеральной поддержкой южноуральцы смогут не скоро.